Всем добрый вечер. Вот. Ну, я надеюсь, он добрый. Очень надеюсь, что он добрый. Вот. Ну, и сразу же, ребят, как слышно меня, видно? Ну, видно, я думаю, нормально. Хотя, Бог его знает. Жду от вас. Видно меня, слышно? Если что, отпишите. Ага, видно и слышно. Спасибо, спасибо, ребят. Вот. Ну, как бы, это же техника, поэтому сам себя же не могу прослушать. Слышно меня там, или не слышно? Вот. Ну, что, если есть вопросы какие-то, может быть, по билетам, может быть, по знакам. Надеюсь, вы читали их. Потому что сразу говорю, у меня там целая-целая куча к вам вопросов будет по этим знакам. Я только не знаю, когда мне их вам давать. Очень хотелось бы. Вот. Я много их-то по-за собирал. По-моему, даже пытался собирать даже по темам. Но я просто сейчас еще не смотрел. Вот. Хотя, хотя могу и посмотреть. Так. Так. Сейчас как раз и посмотрю. У меня тут есть целая куча дорожных знаков. И вопросов по дорожным знакам. Сейчас я гляну. И, наверное, я вам сегодня их закидаю. Боже, какая прелесть. Прекрасно. 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 Вот. 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 Ну, могу сказать только одно. А то сегодня готовьтесь. Готовьтесь. Скорее всего, думаю, сегодня. Всем добрый вечер. Добрый, добрый, добрый. Кто к нам еще подтянулся. Так. Надеюсь, сегодня все нормально подготовились, да? Потому что сегодня хочу дать вам вопросики по предупреждающим дорожным знакам. И по знакам приоритета. Ну, посмотрим. Там видно будет. Если сейчас есть вопросы, задаем. Потому что тема серьезная, я скажу. Я не знаю, как. Я думал, думаю, так. Если вы читали правила дорожного движения, то в восьмом пункте там даже, даже до определения дорожных знаков, даже до этого момента там целая куча-куча вопросов должна быть. В принципе. Ну, как бы мне так думалось. И сами знаки в пункте 33, если читали их по запрещающим, там тоже какие-то вопросы могут быть. Ну, и еще вопросы могут быть по билетам. Если кто-то успел еще порешать, честно сказать, я вот я не знаю, как вы это все успеваете делать. Раньше читал три раза в неделю. Два. Ну, летом два. Зимой осенью, зимой три. Ну, хотя бы было время, чтобы подготовиться. А сейчас каждый день уроки это, конечно, сложновато. поэтому, как бы требовать сильно уже не буду, потому что, ну, как бы я реально понимаю, у вас уже у кого-то работа, у кого-то учеба, ну, оно хотя бы и онлайн, но все равно это выбивает по времени прилично. Ну, хотя бы понемножку, понемножку будем здесь тренироваться. То есть, вы же видите, что я оценки не ставлю, мне это не важно, мне важно, чтобы вы научились их решать, научились если сделал ошибку, то ничего страшного нет. Потому что, если мы разбираем эту ошибку, я всегда рассказываю, почему, как, ну, стараюсь, во всяком случае, если что-то там не забываем. Вот. Ну, что. Я думаю, если вопросов нет, то, смотрю, что в чате пусто, тишина. Я думаю, тогда, ну, что, давайте тогда начнем, что ли. У нас на сегодняшнем, на сегодня у нас предписывающие знаки и информационно-указательные мы начнем. Их там очень много, поэтому мы часть оставим еще на завтра. Вот. Все же помнят, что завтра мы занимаемся вместо понедельника. Понедельник нас вылетел конкретенько из-за света, поэтому мы, как бы, сдвинули наш график. И ничего страшного. На этой неделе будет пятница. На следующей неделе пятницы не будет. Так что, не переживайте, три дня выходных будете отдыхать от меня. Вот. Я буду тоже немножко отдыхать у меня десятого дня и начнение, так что, все как раз хорошо. Занятия отчитываю вам и можно быть свободным. Вот. Как бы, тоже нормально, в принципе. Так. Ну что, готовы? Давайте начнем все-таки. Как говорят, раньше начнем, раньше закончим. Ну, раньше мы не закончим, но все равно приятно. Так. Поехали. Внимание на экран. у нас сегодня предписывающие знаки. Это знаки, которые показывают обязательное направление движения, которые вводят некоторые ограничения. что-то за знаки. Значит, знаки 4, 1, 4, 10. Это, вот, под эти знаки движение разрешено только туда, куда указывает стрелка. Только. Исключение знака 4, 1. Движение прямо. Движение прямо. Я уже говорил, этот знак разрешает в виде исключения поворот направо во дворы, стоянки и гаражи, там вот такого плана. Стрелки налево всегда разрешают разворот. То есть, если у нас стрелочка налево, то, ну, я уже рассказывал, предыдущий показывал, у нас были такие перекрестки, где стояли знаки движения прямо и направо, а мы там прямо и налево, да, этот самый, такой слетки налево всегда разрешают разворот. 4, 1, 4, 15. Разрешают движение тем, кто нарисован на знаке. Ну, это мы так, чтобы проще было запомнить. Знак 4, 11. По значению имеют пример соответствующего знаку 3, 3. Знак 3, 3. Это запрещающий знак. Мы все его прекрасно понимаем, все его прекрасно знаем. Вот, поэтому, там у нас тут категории, категории автомобилей. Так, вот эти знаки, их тоже немного предписывающих, их тоже очень немного. Вот, ну, давайте начнем с самого первого движения, только приема. Вот он. Сразу у меня здесь такая вот есть памятка небольшая, предписывающий движение прямо указывает, предписывает, конкретно направление движения и обязывает водителя следовать этому предписанию. Так, струнность понимания принципа действия знака связана с тем, что он имеет два принципа для отличных другого отрасла, спасался науки, в зависимости от них различаются и зоны действия знака и его требования по отношению к водителям транспортных средств. То есть, если он стоит перед перекрестком, он действует на ближайшее пересечение. Мы уже знаем, что такое пересечение. Пересечение это то, то есть, если дорога имеет разъедетельную полосу в виде клуба, то в данной ситуации дорога, которую мы пересекаем, имеет отдельные прежечасти. Так вот, каждая из этих прежечей является пересечением. В данной ситуации, если дорога такая, если появляется такая дорога, то этот станок действует только на первое пересечить. На следующей пересече он уже не действует. Если пересекаемая дорога не делится на отдельные проезжающие части клубой, то действует на весь перекресток. Но после перекрестка он уже не действует. Вот так примерно. Вот еще одна такая. Если знак установлен за перекрестком в встречном направлении движения, если действует до начала следующего перекрестка, решает поворот направо, во двое и другую преградшую территорию. Вот такая вот тоже небольшая памятка. И вот показаны зоны действия знака. То есть знак поставлен за пересечением, за перекрестком. То есть мы можем ехать только прямо. Но после перекрестка, на насыщенном перекрестке, мы можем поворачивать направо-налево. Вот знак установлен. Показано, что можно ехать только прямо, либо же направо во двор. Налево во двор ехать нельзя. Но до знака мы можем поехать налево, направо, на разворот. Так, как они висят у нас в городе? Можут висеть вот так над дорогой для лучшего восприятия. Могут быть сбоку. Ну, это уже зависимостью. Вот эти вот могут быть вот так сбоку. В данной ситуации я так предполагаю, что это выезд забравочной станции. Естественно, это именно выезд. Потому что въезд был где-то до знака. А вот там дальше стоят знаки «Движение только направо» и «Уступить дорогу». Поэтому я думаю, что, скорее всего, выезд из забравочной станции. Знак 4.2. Движение только направо. Вот. И такая вот уже небольшая памятка. Иногда в цели беспрепятственного движения или посещения безопасности возникает необходимость обязать водителей двигаться только направо. Это предписание случается с помощью знака «Движение направо». Ну, тут на картинчиках мы видим, что ни прямо, ни налево, ни на разворот. Нельзя только направо. А внизу, заметьте, показана зона действия этого знака. То есть, знак действует только на первое пересечение. Ну, в данной ситуации нам от этого ни холодно, ни жарко, потому что ни прямо, ни налево мы никуда не можем. Мы обязательно выполним требование этого знака и опернуть в первый проезд. Потому что на второй проезд он уже не действует. Так, как он выглядит в жизни? В жизни это может быть вот такой знак. Не обязательно вот такая кривая стрелочка, но может быть вот такой ровный знак. Вот. И внизу эти таблички, которые показывают, как его рекомендуют, кому туда, кого туда, кого туда направляют и с какого времени. Так, еще может быть вот такая ситуация. Видите, вот такой же значок движения, только направо. Вот мы выезжаем на дорогу, у нас вроде бы, да, такие вот знаки интересные. Главная дорога, уступить дорогу, да. А в данной ситуации, скорее всего, главная дорога должна быть перечеркнутой. Но у нас, как обычно, краска выгорела, никому ничего не нужно. Поэтому выходим из того, что у нас знак уступить дорогу. И мы можем поворачивать только направо. Вот так еще может быть. Да, движение только налево. Ну, в принципе, то же самое, то же самое знак, но, но. Он разрешает поворот налево, вернее, обязывает повернуть налево. Но при этом мы можем еще и развернуться. Ехать прямо и направо нам нельзя. Дорожный знак движения налево останавливается перед пересечением проезжих частей, на котором возникает неподдимость запретить движение прямо и поворот направо. При этом водители очень часто забывают о том, что данный знак направления своей следки рекламирует левый поворот. Разрешает и выполнение разворота. Знак движения прямо могут ударивать водителям маршрутных транспортных средств. Он делает для них исключение. Ну, вот так еще он может быть установлен. Вот так это выглядит на дороге. Вот. Кстати, вот видите, как он интересно, хитро заехал. Ну, это таксист. Эти вообще не писаны законы. Ну, в данной ситуации вот этот остановок на станку выполнен неправильно, потому что, как я отсюда вижу, до здания должно оставаться не менее двух метров до движения пешеходов. Ну, а тут я смотрю, что тут меньше. И вот так еще может быть устанавливаться. Вот такой вот. Это, правда, немножечко другое движение по полосам. Вот. Но вот здесь висит тот знак, который нам нужен. Видите, движение только налево. И написано категорией кому? Грузовикам и автобусам. Только налево. Всем остальным можно куда угодно. Так. Следующий знак движения прямо и направо. Вот. Знак движения прямо и направо. Он устанавливается перед пересечением и действует исключительно на данном пересечении, разрешая на нем движение только прямо и направо. Ну, то, что я вам помню, я рассказывал. А вот знак движения прямо и налево. Очень часто в реальной практике, этот знак применяется для запрещения поворота направо. Вот. Помните, да, если дорога имеет разделительную полосу, то знак движения прямо и направо действует только на первое пересечение. Имеется в виду разделительная полоса в виде клуба выполненной. А вот уже на этой разделительной полосе может стоять следующее знак движения прямо и налево. В этом случае мы можем повернуть налево и развернуться. Вот так. Как это выглядит на дороге. Движение прямо и направо. Вот они. Видите, вот так вот. Вот. Вот так еще может быть. Прямо и направо стоит значок вот такой вот. Вот они, знаки прямо и налево. Ну, такая же табличка. Ну, то есть они здесь сразу два знака вымоткнули. Вот так это в жизни выглядит. Видите? Движение прямо и налево. Но плюс еще стоят знаки приоритета, уступи дорогу. И направление главной дороги. То есть мы оказываемся идем со знака. С второстепенной. Вот такая вот еще памятка небольшая. Весьма важный вопрос. Образляется четкое уяснение зума действия знака. Действие на пересечении проезжих частей. Именно на пересечении. А не на перекрестке. Дело в том, что перекресток может быть образован и несколькими пересечениями проезжих частей. То, что вы видите. Вот. Перекресток. У нас есть две клумбы. Одна и вторая. И две отдельные проезжие части. То есть вот одна, вот вторая. Вот. В данной ситуации эти знаки действуют. Движение прямо и направо, допустим. Прямо и налево. Действует то же самое. Только на одно пересечение. То есть в данной ситуации. На нижней кардиночке видно. Следующая направо запрещает. А уже на следующем пересечении мы можем уже поворачивать. И налево, и прямо, и направо. На следующем пересечении. Во всех направлениях. В этом случае знак движения прямо будет действовать только на ближайшие пересечения. Прямо и направо. Ну это как бы памятка к самому первому нашему значку. Только прямо. Вот они прямо и налево. Смотрите. Вот знак существует движения прямо. 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 Заметьте. В левом ряду водителем автомобиля. Он может что-нибудь ехать прямо. Но повернуть налево во второе пересечение. В первое нет. А вот во второе уже может. И там же может выполнить разворот. Вот. В данной ситуации. Ну то же самое вот здесь. Ну как бы я почему бы с этими значками понаходил. А не движение прямо и налево. Тут все очень просто. Если вот здесь поставить знак движения прямо и направо. То вот здесь вот на вот этой клумбе. Я нижний рисунок беру. На правой клумбе. Обычно устанавливают знак движения прямо и налево. Ну раньше так было. Сейчас они сейчас делают все это. Делаться проще. Я потом покажу. Есть такие таблички. Направление одностороннего движения. Подъезжаем направление одностороннего движения вправо. Здесь по центру висит значок направление одностороннего движения налево. То есть проще. Чтобы не давать яичникам повода к нам цепляться. Кстати у меня когда-то была ситуация с учениками. Честно сказать мне было стыдно. Я удивлен был. Но мне было стыдно. Ситуация какая. А я объясню. Значит перекресток трактора строителей. И Салтовское шоссе. Мы с учеником ехали со стороны ХТЗ. По трактору строителей. Вот. И на этом перекрестке. Перед перекрестком у нас по левой стороне появляется клуба. Но на встречном со стороны Украины там не разделяется два транспортных потока перекрестка. Вот. Но пересекаемая дорога получается с этой стороны справа клуба и слева клуба. Вот. То есть уже два. И висел знак тоже. Движение прямо и направо. Работает светофор. Все нормально. И мы только вот издалека выезжаем. Я говорю. Вот. Смотри на перекресток внимательно. Надо повернуть налево. Можем ли мы это сделать. Ну. Вот такой у меня вот был тестик такой небольшой. Человек смотрит на светофор. Судит на знаки. Движение прямо и направо. Конечно. Нет. Борисович. Налево поворачивать нельзя. Я говорю. Включаем левый поворот. Занимаем левый ряд. И вот ситуация. В один прикосомнил. Там когда поворачиваем налево на Салтовское шоссе. С правой стороны есть карман. Такой карманчик. Заездной карман. Раньше была остановка автобусов. Сейчас ее там по-моему уже нет. Может и есть. Не знаю. Но когда-то давно там она была. Карман остался. И там стоят гаишники. Вот. И вот представьте. Я целый день езжу по этому маршруту. То есть у меня по плану с людьми левые повороты. И вот. Такое вот тестирование. Вот. Это уже было после обеда. Часа давно в три. Вот представьте. Мой шок. Я езжу. Гаишники стоят с утра. Я постоянно возле них проезжаю. Проезжаю. И видать эти два гаишника. Они поменялись местами. То есть тот который встал раньше. Он пошел на ту сторону. А этот здесь остался. Возле машины. И вот представьте себе. Мы выезжаем на перекресток. Останавливаемся. Пропускаем встречный транспорт. И средства. Потому что гаишник в четыре глаза смотрит на нас. Потому что два его. А два еще с машины. Вот. Пропустили. Мы заканчиваем перекресток. А мне ученик говорит. Борисович сам гаишник. Я говорю. Да конечно. Сейчас если мы не правы. Он нас остановит. Как бы проходило. И тут мы поворачиваем. Раз там палочку. Опа. Он говорит. А курсант такой тоже. Пацанчик был. Такой ценик такой. Борисович же говорил сейчас остановит. Я говорю. Подожди. Стоп. Секундочку. Смотри. Я говорю. Ни бабки не беру. Беру только права. И техпаспорт. Все. Выхожу. Говорю. Добрый день. Добрый день. Он такой сразу. Ну как вы можете. Что же вы учите людей. Нарушать сразу правила дорожного движения. Я говорю. Нет ничего не нарушил. Как это не нарушали. Если вы знаете. Что вы нарушили. Я говорю. Нет не нарушил. Ну пойдемте писать протокол. Я говорю. Ну пойдемте писать протокол. Он такой. Разворачивается. Делает от меня шаг. И понимаешь. Что-то где-то подвох. Вот такой подвох. Знаете. Ну как это. Инструктор. И говорит. Пошли писать протокол. Он сразу так. Что-то не то. Ворочивается. Говорит. Ну ты не прав. Я говорю конечно я прав Он говорит подожди там какой стоит знак Я говорю движение прямо и направо Но ты повернул налево и я да Нарушил я говорю нет Будем писать протокол Говорю будем Не ну ты все равно не прав И вот так вот диалог у нас идет А я дурака включил тоже Он нет ну подожди Висит знак я говорю да висит Налево запрещено повернуть я говорю нет Он как Он говорит как объясни Говорю по правилам Второй Гаишник видит что мы что то долго разговариваем Его напарник дергается туда сюда туда сюда То ли к машине писать протокол Он переходит сюда Он говорит что случилось Он ему говорит понимаешь что он С тракторов поворачивал суда на салтовское Говорит нарушил Говорит что не нарушал Как не нарушал там знак висит прямо и направо Ну говорит висит А он повернул налево ну и что Говорит как ну нарушил Говорит нет Гаишника шок Я ему, говорю, не нарушил. И напарник, говорит, не нарушил. У него шок. Как? Он говорит, слушай, отдайте человеку право. Вы, говорит, извините questioning, пожалуйста. Я объясни, говорит, правила дорожного движения. Я объясни, что нельзя останавливать машины, не зная правила дорожного движения. Я говорю, заберу я права. Сажусь в��니, говорит, ну что, сколько денег? Я говорю, не сколько. А ты, говорю, раз ты не слышала? Мы, по-моему, громко разговаривали. Он говорит, да не могу. Говорит, машины, что у меня, говорит, не сильно было слышно. Но мне было чудовищно, честно сказать, стыдно. Думаю, ё-моё, ну вот так вот. Представляете, вот так вот не потому, что я их не знаю, но вот так вот, гаишник. Вот. И вот такая вот была, как говорится, заморочка у меня с этим. Ну, ничего. Поехали дальше. Следующий значок у нас движение правой или налево. Вот. Предписывает водителю транспортно-седвесцев направление стрелок либо направление налево. Однако данный знак регламентирует левый поворот одновременно разрешает и осуществить развар. Движение прямо игнорировать водительный маршрут. Он делает для них исключение. Ну, часто у нас такие знаки стоят на Т-образных перекрестках, да. На той стороне у нас стоит направление движения, а здесь движение направо налево с ножки буквы Т. Ну, вот так это может быть. Вот так это может быть. Смотрите. Вот так еще это может быть. То есть, видите, там, видать, оттуда одностороннее движение, поэтому нам туда нельзя. Можно только налево направо. Ну, и вот так еще. Вот так это может быть. И вот так еще. Вот. Вот так вот тоже может быть. Ну, судя по всему, там тоже одностороннее, потому что висит знак «Въезд запрещен». Знак «Кирпич», который, да. Вот. Еще последующие значки у нас. Объезд препятствия. Ну, в данной ситуации справа. Призван нести ясность в непосудорожную ситуацию. Он четко указывает, по какой траектории следует объехать в мешающем нормальном выдвижении объект. А сделать это может быть только справа от него. Иной вариант. То есть, объезд слева недопустим. Зона действия знака – это место расположения самого объекта, затрудняющего движения. После проезда препятствий действие знака прекращается. Ну, в данном случае, где мы видим такие знаки? На разделительных полосах, как правило. Ну, и на выездах где-то с каких-то территорий, внешних территорий. Вот. Еще могут быть использоваться у дорожной службы. Видите, вот. Их понаставляли целую-целую кучу, потому что ночью пацаны, вы видите, бар обошел, а то у вас где-то под Харьком. Потому что ночью некоторые наши пацаны по пьяни могут не заметить, поэтому проконтролировали много-много раз, чтобы пацаны знаки не позбивали. В это вот вылез вот так, видите, разделительная полоса вот такая, и стоит вот такой вот значок. Кстати, вот это должна быть цветовая тумба. Но сейчас там у нас и до войны с электричеством было плохо, поэтому все сейчас разрисовано, размалевано. Объезд препятствий слева. Требования знака элементарного, где приписывают объезды препятствий исключительно слева, даже несмотря на то, что осуществляется объезд справа, тоже физически можно подать четко приписывать это действие водителя только слева. достаточно часто знак объезд препятствий слева можно встретить на автомобилях принадлежащих коммунальным службам. Предприятие было устройство дорожно-ремонтным службам, которые выполняют сезонные работы по уборке дорожной территории, проводят мероприятия по ремонту дорожного полотна и прочее. Ну да, такие знаки часто цепляются для того, чтобы обезопасить себя, они цепляются, чтобы мы случайно в них не влезли, не влезли, не врезались, чтобы мы знали, что надо объезжать с левой стороны. Ну вот так вот на разделительной полосе видите, вообще должна быть круглая световая тума, но сейчас они все-таки размалеванные, белые черные полосочки, это нормально. Тоже, кстати, для привлечения нашего внимания, для лучшего. Они, кстати, световозвращательные, ночью очень красиво светятся. Может быть еще вот так, ну это на дороге, естественно. Вот так еще может быть, видите, опасно опочено, объезд по левой, с левой стороны. Ну и может быть вот так на автомобиле. В данном случае видите, автовышка. Вот. И так может быть. Кстати, это у нас, между прочим, это проспект, правда, если я не ошибаюсь, а с правой стороны у нас Чичибабина, туда в ту сторону. Походу. Очень похоже. Так, следующий знак, объезд препятствий, справа или слева. Ну, включаемся. Вот он. Вот, справа или слева. Вот отдельная дорога. Дорога разделяется на несколько направлений. И вот такой значок нам говорит, что мы можем объехать препятствия слева, либо справа. Вот. Давайте им памятку небольшую. В отличие от своих братьев 4748, которые объезды слева, справа, либо слева, дорожный знак, объезд препятствий, справа или слева, выглядит весьма демократично. Он предоставит водителю самому выбирать альтернативный вариант объезда препятствий. Как справа, так и слева. Ну, может быть, на дороге что-то, допустим, у нас любят раскопать, чего-нибудь, потом поставить ограждение, поставить вот такие вот значки. Могут быть, на машине вот такого плана в значок ставить. Ну, такого редко ставится сразу, обычно не ставится. И объезд препятствий, справа или слева, весьма популярное средство регулированное движение при выполнении дорожной ремонтных работ посреди прожей части, а также при объезде тумбогорождений, металлических и железобетонных отбойников, вертикальных элементов опорной конструкции, мостовый, стаккат, путепроводов и так далее. То есть, ну, и такое тоже есть у нас. Вот. Вот эта картиночка по более крупному сделана. Ну, и следующий значок, это выезд, 4,4,10, выезд на перекресток, на котором организовано круговое движение. То есть, ну, просто здесь круговое движение. Должен устанавливаться на всех въездах на перекресток, где организовано круговое движение. Следовательно, на зоне 10 знак ограничено пределами данного перекрестка. Только данного перекрестка. Так, вот как это выглядит. Мы это уже видели. Вот. Такую картиночку у нас уже, по-моему, была. Ну, во всяком случае, вот такая вот еще может быть картинка. Так, а, это уже все, это уже следующее, да? А движение легковых автомобилей. Вот это вот знак 4,11. То есть, разрешает движение только легковых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Все, что выше, ехать запрещено. А также запрещает движение велосипедов, мотоциклов, не запрещает движение мотоциклов, по-моему, велосипедов запрещает. Так, поехали дальше. Вот такая вот еще может быть картинка. Видите, дорога для автомобилей и полоса показана. То есть, где эта дорога для автомобилей. Так, далее. Движение на велосипедах. То есть, фактически, это велосипедная дорожка, либо же просто называется движение на велосипедах. Вот так это может выглядеть. Видите, велосипедная дорожка, вот эта самая разметка. И дальше, вот она, вот она розово выделена, пошла велосипедная дорожка. Движение на велосипедах. Дальше, пешеходы. Дорожка для пешеходов. Вот она. Видите, я специально взял такой вот с этим самым уа-прохит по-братлежному будьте в улайте. То есть, мы такой же зачек уже видели, там не запрещено было, а здесь написали, что пешеходы уходили на ту сторону. Вот так это еще может быть выглядеть. Что-то тупит интернет. Это не то. Вот, вот так может быть выглядеть. Видите, дорожка для пешеходов. Вот, вот так выглядеть может еще. Только вот это непонятно, пешеходные переходы и дорожка для пешеходов. пешеходов. Ну, видать, тротуар идет и туда, и туда. Нормально. Так, вот, дальше у нас дорожка для пешеходов и велосипедистов. То есть, это там, где очень широкий тротуар. Видите, вот так этот знак устанавливается. Вот так еще может быть. дорожка для всадников. Честно скажу, не спрашивайте. Есть ли предыдущие, там, пешеходы, для пешеходов и велосипедистов, велосипедистов. Эти, даже движения легковых автомобилей. Эти я знаки видел в старом парке Горького. То есть, идешь по аллее, доходишь до какого-то перекрестка и стоит значок там, движения легковых автомобилей. А поворачиваешь, идешь по этой дороге, смотришь, поворачиваешься обратно, смотришь, там, тот, куда я вышел, дорожка для движения пешеходов. Есть вот такая дорожка для всадников. Честно говорю, было очень проблематично найти, как этот знак установлен. Ну, вот он здесь вот так установлен, дорожка для всадников, это для велосипедистов, а вот это, я так понял, по вот этим бульянам, это для всадников. Ну, наверное, сложно было найти. И хочу сейчас вам показать, самый любимый для всех водителей знак. Встречается очень редко, но есть. Вдумайтесь, как звучит красиво. Ограничение минимальной скорости. То есть, ехать со скоростью меньше 50 запрещено. Больше? Да, пожалуйста, хоть 100, но меньше ехать нельзя. Прекрасный значок. у нас они когда-то его тоже обкатывали, этот знак, у нас он стоял там, где эпицентр в сторону Безлюдовки. Эпицентр, да. Вот, тогда еще не было там эпицентра, и вот этот ярочек, с одной стороны стоял вот этот значок, а на горе стоял уже конец. Ну, естественно, вот такой вот. И с той стороны тоже самое стояли такие же значки. Приятно было ехать. но все, конечно, хорошее, быстро заканчивается, поэтому, как правило, очень недолго, потом стоит знак конец ограничения минимальной скорости. Ну, и еще, еще, несколько вот таких вот значков. Несколько вот таких вот значков. Направление транспортных с опасными грузами показывает зашенное направление авто со знаком опасность. С опасными грузами. Ну, скажем так, это, это, скажем, чисто для таких грузовиков, вот видите, здесь нарисован просто бензовоз, да, значит, и вот в памятке нам говорят, движение транспортных с оборудованием познавательными знаками, информационными таблицами, опасные грузы решаются только в направлении указанного на стрелке. Это чисто только для вот этих вот автомобилей. Перевозящих опасные грузы. Вот они. Прямо, направо, либо налево. Для нас они никак, то есть мы на них можем только посмотреть на эти таблички, но знать о них мы должны. Дальше у нас информационно-указательные знаки. Это знаки, которые вводят определенный режим движения, а также информируют водителей о расположении на сервисных пунктах и других территорий. знак 5152 автомагистраль. Дорога подготовлена для движения с максимальной скоростью решена на Украине 130 км. Дорога для автомобилей 110 км в час. Вот они, эти знаки. Их очень много. Сегодня мы какую-то часть из них пройдем. Скорее всего, не знаю, хватит нас времени, не хватит на билеты. Ну, хотелось бы, конечно, билеты кем вам дать. Ну, поехали так стоять. Попробуем, а там посмотрим, если что, у нас еще будет время позже этими всеми делами заниматься. То есть, остальные темы, они будут небольшие, вот, поэтому времени будет, если что, будем их потихонечку осваивать. Так, и вот определение знаки автомагистраль является самой главной всей дорогой. это особое скоростное участок, где, допустим, вооружение для автоберега теории Б ограничивается 130 км. На автобереге действует и минимальное допустимое скорое движение не менее 40. Что я хочу сказать. Да, действительно, это отдельные проезжие части, отдельные проезжие части. Скоростной режим прекрасный, для водителей очень даже замечательно. Вот так у нас может выродить этот значок стоять. Вот так еще может, это, кстати, тоже где-то в Харьковской области похоже. Вот. Дальше знак конец автомагистрали. Имеет русскую призыв. Приняется исключительно отменных действий и установлен знак автомагистрали. Знак установлен либо, соответственно, в конце этого, либо в начале съезда с автомагистрали на прямокающую справа дорогу. Вот. Ну, в данной ситуации видите, значит, что стоит тысячу метров. А как заканчивается автомагистрали. Вот. Конец автомагистрали 500 метров. В конце и начале съезда в сине вознанных установленных табличек 111 на расстоянии 400 и 1000 метров от конца автомагистрали. Ну, вот так еще может быть. Вот так вот может быть. Далее знак дорога для автомобилей. В принципе, высокие требования предъявляемые к автомагистрали не позволяют это вот я читаю памятку, не позволяют присвоить действовать большому количеству дорог в нашей стране, на которых все-таки целесообразно на наследственное движение. Именно поэтому старые советские мастерали, по своим параметрам, не додяющие до автомагистрали, например, с одной проезжей частью определяются понятием дорога для автомобилей, обозначаются соответственно комбардоменным названием дорога для автомобилей. Значит, хочу на что ваше внимание обратить, ребятушки. Буквально очень недавно, несколько лет назад наше правительство приравняло дороги, междугородние дороги, которые имеют отдельные проезжей части к дорогам для автомобиля. То есть, значков нету, но скоростной режим такой же. Значит, по сути своей я объясню, что дорога для автомобилей это точно такая же дорога, как и автомагистраль. То есть, и должна иметь отдельные проезжей части, должна иметь обязательно ограждение. по логике наружное ограждение, чтобы не допустить выход на дорогу домашних животных, либо же диких животных. Вот. Но, я скажу так, содержать такие дороги очень сложно. Дело в том, что наше правительство сделало такую дорогу Киев-Одесса. Помните, вот они делали. Они ее вроде как сделали долго, делали долго, но потом вроде бы сделали. Ее сделали не как автомагистрали, ее сделали как дорога для автомобилей и поставили вот такие вот знаки. Но за них надо ухаживать очень много. Во-первых, ограждения должны краситься, меняться там, кто куда-то влетел в эти ограждения, значит, поломал-то все, нужно это все восстанавливать. Вот. И они поэтому быстро-быстро это все дело убрали. Вот. И потом, после этого, они просто, чтобы, допустим, не заморачиваться вот так, то есть, вот дорога, допустим, Харьков-Чугу, она имеет отдельные проезжие части. То есть, мы с Харькова выезжаем, у нас отдельные проезжие части в одну сторону, в другую сторону, между ними растительная полоса выполнена в виде, допустим, бульварчика такого небольшого, может быть, ну, и сиклумба-то очень большая. вот. То есть, это отдельные проезжие части. Вот ее, на такой дороге раньше была скорость 90 км в час максимально. Сейчас эти дороги приравняли, которые с отдельными проезжими частями, приравняли к дорогам для автомобилей. Сейчас в этой дороге разрешена скорость движения 110 км в час. Хотя, знаков нет. Но, скоростной режим подняли. Это, чтобы вы понимали, как это сейчас происходит. Потому что эти две дороги, автомагистраль и дорога для автомобилей, они, в принципе, отличаются несколько вариантами. Первое, это скоростной режим. И второе, автомагистраль проходит, минуя все населенные пункты, то есть, в обходы городов, поселков, сел, хуторов. То есть, она идет чисто по просторам, грубо говоря, по полям, по лугам. Дорога для автомобилей, она проходит через населенные пункты. Вот и все. Почему? И еще нюансы. Там это будет еще у нас целая тема по дорогам для автомобилей и дорогам по автомагистралям. У них еще есть разница в том, что на автомагистрале не существует таких понятий пешеходное движение, места для разворота и так далее. такого просто нет. На дорогах для автомобилей это есть. Так, пойдем дальше. Вот как знаки устанавливаются эти на дороге, как они выглядят. Еще одна вот такая памятка там, где конец дороги для автомобилей. Вот, вот так видим, да, съезжаем из дороги и у нас стоит дорога для автомобилей. И заметьте, ограждение. Видите, это правильная дорога для автомобилей. Ограждение стоит. То есть, видите, вот какие-то постройки там и так далее. Там вот видно, видно что-то, какой-то населенный полный, да, вот там даже через ветки просматривается. А вот на автомагистрале такого вы не увидите. Ну, вот еще вот так это может выглядеть. Конец дороги для автомобилей, видите, он уже в населенном поле, там стоянка, какой-то супермаркет большущий. Вот, и дорога подъезжает уже прямо к нему. То есть, вот такого плана, чтобы вы понимали, да. Следующий знак, тоже очень приятный для нас, для водителей. Можно сказать, почти любимый, но приятный. Вот, дорога с односторонним движением. Ну, почему неприятно? Едешь, минимум две полосы в одном направлении. Минимум, обычно три, может даже четыре быть. Едешь и кайфуешь. Какую хочешь полосу, такую занимаешь. Хочешь остановился справа, хочешь остановился слева. Никто тебя в этом ничего не... Ну, если знак, он запрещающий где-то, естественно. Вот. Прекрасно, едешь, кайфуешь. Но, опять же таки, все быстро заканчивается. Она у нас, такие дороги, не длинные, поэтому, немножко проехал, и там дальше висит знак, 5.6, конец, а дороги с односторонным движением. Давайте памятник, общий знак, установиться на участке дороги, где нет встречных транспортных средств, так как движение по всей шине и прежней части случается только в одном направлении. По Путнам. Класс. Ставится этот знак вот так. Может устанавливаться, вот он стоит, а вот его уже нет. Дальше посмотрели, на столбе висит знак главная дорога, на правильной главной дороги, конец, уже с односторонним движением, и дальше там еще какие-то таблички. Вот. Вот так еще может стоять, видите, вот. Дорога с односторонним движением. И сразу же здесь влупили полоса для маршрутных, транспортных средств. Мы сейчас не подойдем до 5.8, мы сейчас к нему подойдем. Вот. Следующий у нас значок, это конец дороги с односторонним движением. Ну, то, что я говорил, все это заканчивается вот так, это выехал, видите, вот он висит над дорогой. А вот стрелочки, которые я говорил, помните, направления односторонним движением, вот такие вот, плоские, которые мы сейчас заменили, знаки движения прямо направо, прямо налево. Вот так еще может это выглядеть, видите, вот знак конец дороги с односторонним движением. И вот за этим перекрестком уже дорога идет с двухсторонним движением. То есть, на перекрестке может направо налево. Да, вот он, только не разворот. Следующий из значок, вот он, 571, 572, вот эти значки, которые говорят, что выезд на дорогу с односторонним движением пересекаем, или выезжаем на дорогу, на которую джем, только в направлении стрелочки. Вот такой вот. Ну, вот такая вот памятка у нас есть. Данный закон информации о том, что на перекрестке он пересекает дорогу, на которой организовано одностороннее движение. Причем направление одностороннее движение определяется белой стрелкой на синем фоне знака. Фоня знака, да? Как, я же говорю, ну, здесь показали, чуть-чуть, только однобоко показали, что вот перекресток, либо налево от одностороннего туда, либо направо туда. Но, если дорога имеет разделительную полосу, разделительную полосу, то есть все проще. Если с Прихановской выезжать нам к Московский проспект, неважно, по Соича, либо еще по какой-то, по этому самому, либо по дороге, там, Три Морозова, там еще есть, то подъезжая к такой дороге, у нас висит табличка 5-7-2, показывающая направление движения направо, мы доезжаем до клуба, ну, в данном случае, не клуба, там, бульвар, до бульварчика вот этого разделить, в виде разделительной полосы, и там стоит знак 5-7-1, который показывает, что направление движения туда, влево. Указанный знак не запрещает разворот назначения этого знака, этого принципа, это реализационная ошибка курсанта, автошкола, незначение выходить, переводящая, нервозность, дискомфортное здоровье, а не знание этого. То есть, в принципе, эта табличка, она просто информационная, она просто нас информирует о направлении движения по данной проезжей части. Далее, ну вот, в другую сторону табличка такая же, опять же таки, дорога не имеет разделителя полосы, чтобы не нашел, такую, чтобы был перекресток, где показать, что вот одна стрелка, а вот другая стрелка. Так, ну и вот они пошли, дорога с полосой для маршрутных, транспортных средств. Вот. Правила предусматривания это оформление данной полосы с помощью специальной дорожного знака и разметки в виде ровной буквы А наносимую соответствующую полосу в проезжей части. Вот такая вот. Данная полоса может быть организована двумя основными способами. С помощью знака дороги с полосой для маршрутных, транспортных средств, для движения маршрутных, транспортных средств навстречу потоку. И с помощью знака полоса для маршрутных, транспортных средств для движения маршрутных, транспортных средств параллельно или попутно основному потоку. Вот эти вот два зачка, но немножечко определение чуть-чуть не точно. Вот. Я сейчас все расскажу. Вот она. Видите, то есть в основном это, когда у нас дорога с односторонним движением, но навстречу двигаются маршрутные транспорты. В данной ситуации видите, здесь показана трамвайная линия и идет маршрутка. По полосе для маршрутных транспортных средств сейчас уже разрешили движение автомобилей такси. Раньше ездить им было запрещено. Заезжать было можно только для остановки в оси Баркюра. И то, если эта полоса была, шла по ходу движения. Под вот этот знак ехать было запрещено таксистам и останавливаться там тоже было запрещено. Вот. Действует этот знак до конца вот такого знака. Хочу сразу сказать в городе у нас вот такого таблички. Вот знака не увидите. В свое время Кэрмэс Сэкономону. Поэтому знаки, вот эти знаки есть. Вот этих у нас нет. Там сам догадывайся, где заканчивается. Вот еще парочка значков. Вот так и выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств. Это когда мы выезжаем на такую дорогу, то нам показывают, что куда мы можем. Мы можем повернуть только налево, либо же развернуться направо. Повернуть уже нельзя, потому что здесь полоса для маршрутных транспортных средств. Вот. Ну, давайте прочитаю еще эти, если хотите. Это самый памятник. Требует данного варианта знака с полосой для маршрутных транспортных средств, предъявляемое к обычному водителю. Касается категорически запрещение правого поворота. Почему? Потому что в этом случае водитель будет двигаться по полосе, которая предназначена для движения в случае маршрутных транспортных средств и легковых такси. А это нарушение ПДД. В то же время следует отметить, что движение на пересечении перекрестки во всех других направлениях не запрещено. И рядовый водитель всегда должен помнить об этом. Ну, вот такая вот парадка. Вот так это может выглядеть в жизни на дороге. Видите, тут два таких знака. Полоса дорога с односторонним движением, имеющая две полосы, и навстречу полоса для маршрута транспортных средств. А вот выезд на такую дорогу. Видите, вот такой вот. Сразу же. Так, есть еще вот такой вот значок. Вот такой вот значок ставится, если дорога идет параллельно движению. При наличии подобной полосы маршрутные тесты будут избраны на тимфонизме торчать в пробках, а у их водителей появится реальный воздушный и четко следует собственному графику движения. Предусматриваются два способа организации специальной полосы. В случае движения по ней по пункту основному транспортному потопу. Первый способ предполагает выделение на проезжей части крайней правой полосы для движения указанных транспортных средств. В этом случае знак полоса для маршрутных выставляется на правой стороне дороги. Если же указанная полоса не крайняя, правая, то в этом случае знак полоса для маршрутных транспортных средств комбинируется заставляющая полоса движения. Это второй способ организации данной полосы. Организация 7.9 это конченая стрелка. Вот она видите на втором рисунке. Показывается на какую полосу распространяется действие этого знака. Давайте вот еще одну такую посмотрим, как это выглядит в жизни. Видите, вот дорога большущая и такая справа с полоса. Либо же конец. Опять же такие знаки у нас в Харькове тоже не видите. На них тоже сэкономили. Хотя я извиняюсь, вот этот знак, нет, не этот знак, сори. Вот этот знак, конец дороги со настройки движения спалсов для маршрутных у нас есть. Забудь. Я даже хочу сказать, где он у нас есть. Значит, ребята, это 7 этажка, район 7 этажки. Если ехать по московскому проспекту в сторону центра, не доезжая до универа Харькова, уходит дорога влево. Там троллейбус туда поворачивают. Это бывшая дорога броненосного потенка. Сейчас как называется, не знаю, не спрашивайте, честно. Давно там не ездил, даже не прочитал на этом самом. Не мог прочитать. Так вот, она небольшая. Надо езжать до конного рынка и выезжать на бывшую дорогу Кирова, по-моему. Улица Кирова. Раньше это называлось, сейчас тоже не знаю как. Так вот, светофор. И дальше перед нами Кирова, там траващиковый, и вот здесь светофора висит такой знак с перечеркнутой полосой. Вот. То есть конец с красной полосой. Вот. Поэтому, я извиняюсь, вот таких знаков точно мы не встретим. Их нету. Я специально ездил по городу, смотрел, вот где полоса справа. Ее нету, но она обычно заканчивается на пересечении прежних частей. Если следующая не начинается за перегрузком такого знака без перечеркивания, если нет, значит, дальше нету уже полосы для маршрутных транспортных средств. Ну, и вот так еще она может выглядеть. Видите, вот. Вот он висит перечеркнутый. Дальше. Вот еще интересный значочек такой очень хитро-хитро интересный. За него я немножко остановлюсь. Это реверсивное движение. Это дорога с полосой реверсивного движения. Я уже немножко забирал вперед и рассказывал об этом. О том, что эта дорога обозначена двойной прерывистой линией полоса, вернее, не дорога, а полоса обозначена двойной прерывистой линией. Вот как на картинке вот такой интерпретации вот такой интерпретации честно сказать я у нас на Украине нигде не встречал. Я не знаю откуда это взято. Вот это вот что по центру как бы разделительная идет такая вот. Могу сказать одно. Вот эта дорога я даже не представляю как она работает честно сказать. То есть только эти две полосы действуют как реверсивка а встречные не действуют. Я не знаю. Но вот на верхнем рисунке чутко показаны как раз и светофоры реверсивные. Стрелочка зеленая направленная вниз, крестик красненький и желтая стрелочка показывающая в правый угол. Давайте вот это сначала памятку начало час контроля светофорного движения вы защищает исключительно знаков реверсивного движения. Именно с места установки знака водитель должен особо внимательно наблюдать за сигналами реверсивного светофора или светофоров которые предоставляют или не предоставляют право движения по реверсивной полосе. Вот что хочу сказать дело в том что задумка в общем-то неплохая. Что значит реверсивная полоса? Реверсивная полоса это полоса по которой направление движения может меняться на противоположное течение допустим дня несколько раз. Ну представьте себе такую ситуацию допустим утром допустим ну откуда там допустим в сторону центра большая нагрузка на дорогу а у нас дорога две полосы туда две полосы обратно дорога она очень загружена. Взяли и сделали допустим реверсивную полосу и сделали три полосы в сторону центра с утра повесили вот реверсивные светофоры и получается со стороны центра повесили крестик крестики по одной полосе по крайней левой и разрешили движение только по одной полосе. Правильно почему? Потому что с центра утром допустим с центра мало машин движется все в основном едут в центр потом после обеда допустим в час или в два часа дня наоборот пускают уже с центра по трем полосам а в центр по одной полосе то есть вот так вот для того чтобы убрать пробки вот для чего нужна эта реверсивная полоса в Харькове их нет только здесь в Киеве такая ну вот скорее всего фотка киевская но это не очень похоже на мост Патона честно что-то не очень похоже может даже это не Киевский вот так это выглядит видите ночью дорога с реверсивной полосой вот она реверсивная полоса ну вот говорится что по ней ехать нельзя вот а тут три вот видите три полосы вот еще просто реверсивка а вот эти машины рядом с реверсивной вот они полосочки вот такой еще вот лучше вот так даже показать вот видите вот утром полдесятого в этом в этом направлении две полосы в обратном направлении одна полоса и дальше допустим начало шестого а в обратно отток две полосы а уже туда одна полоса то есть вот таким вот образом ну и тут небольшая памятка на движение на тройсивной движении по такой полосе трансформирования двигаться как в одну так и в другую сторону данный режим движения предусмотрен в применении на тех участках дороги напряженность транспортного потока меняется в течение дня например выезд въезда с крупного населенного пола движение под таким полосам реверсивных при помощи специальных светофоров реверсивных после каждого перекрестка знак повторяется такой режим движения сохраняется до знака 5.9 конец реверсивного полосы реверсивного движения вот вот он этот значок вот так он выглядит по дороге вот так он может выглядеть еще видите тут висит конец реверсивного был создан специально для того чтобы отменить режим реверсивного движения вот ну и еще будут до того же светофора когда будем проходить я расскажу что когда вы движетесь по полосе реверсивного движения и видите что у вас горит светофор с желтой стилочкой направлены в правый угол нижний и он загорел загорит это говорит о том что вы должны покинуть реверсивного полосу потому что будет смена режима движения по полосе вот и скоро по этой полосе поедут вам навстречу другие участники дорожного движения вот так это может еще выйти видите конец дороги полосы реверсивного движения видите и здесь полоса уже левая часть полосы реверсивки приходит в разделитель видите как есть еще вот такой выезд на дорогу с реверсивным движением то есть этот знак в принципе говорит о том что мы выезжаем на дорогу с реверсивным движением ну давайте я могу прочитать могу просто вкратце рассказать выезжая на такую дорогу мы можем повернуть как направо так и налево но полосу реверсивного движения мы занимать не имеем права можем даже развернуться в принципе по большому счету но занимать реверсивную полосу мы не имеем права ни в коем случае Занимать полосу реверсивного движения Можно только после проезда Реверсивных светофоров Только так Ну теперь давайте раз прочитаем Эти памятки небольшие Знак указывает На то что при породе налево или направо Он будет двигаться по особому участку На котором введено реверсивное движение По одной или нескольким полосам Водитель должен помнить требования данного дорожного знака И ПДД при произведении данного пересечения Или при перевозке При породе налево или направо Водитель должен быть таким образом, чтобы исключить выезд На любую реверсивную полосу В то же время знак выезда реверсивного движения Не запрещает движение прямо и на разворот То есть вот такая вот памятка Вот так это выглядит Еще можно увидеть Как это выглядит Может быть Выглядит вот так Это уже тоже картиночка Отдельная Ну и следующий знак Движение по полосам Такое Мы такие значки видим Видели у нас частенько на дороге Ну давайте прочитаем Данный знак используется с одной стороны Для облегчения жизни водителю Знак в наглядной форме Расскажет каждому водителю О количестве полос на проезжей части И предназначено движение в факультном направлении О разрешенных направлениях движения По каждой конкретной полосе Ну и полный Да Давайте дальше Водителю можно помнить Что разрешенный левый поворот Из крайней левой полосы Автоматически разрешает Разворотом только Из крайней левой полосы Водителю можно помнить Что данный знак Катеринский запечат использует Трамвальные пути По пунктам направления И для поворота налево Или разорота с них Скажу не так немножко Тут видите написали Конец полос на проезжей части Предназначено движение в факультном направлении Нет ребятки Не только для движения в факультном направлении И для того Чтобы мы имели возможность Занять соответствующее Крайнее положение на проезжей части На ближайшем к нам перекрестке То есть этот знак вешается До перекрестка в населенных пунктах Ну не населенных ядр Там немножечко по другому все А вот в населенных пунктах Он вешается перед перекрестком Для чего? Чтобы дать возможность нам Водителям занять соответствующее положение На дороге при проезде Адера перекрестка То есть если нам нужно будет Поворачивать направо То мы зайдем право Если налево То мы в этом случае Можем зайти как левую Так и среднюю полосу Ну исходя из верхней картины Из верхней картины Вот Понятно я о чем говорю То есть только так Именно на перекрестке Чтобы мы могли заблаговременно Это сделать Ну вот например Вот она ситуация Видите Вот эта вот ситуация Дворит Может еще вот так Видите Светофор И вот движение по полосам В данной ситуации Налево можно Поворачивать Как с левой Так и с правой полосы Но 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 С правой полосы Можно ищить прямо Вот А здесь наоборот Направо Или прямо и направо Но направо Можно разрешаться С двух полос Налево нельзя А здесь направо нельзя Так Поехали далее Вот Так это выглядит На дороге Заметит Слезда Движения по полосам Но и на дороге Нарисованы То же самое Пол Полоски Такие же полосы Это для лучшего Восплетия водителя Потому что Этот знак Вот в таком положении Видите Он дальше Даже Подвешен Возле светофора Над дорогой Потому что Вот в этой положении Его А водитель Движения по левой полосе Вообще Могут не видеть Так Вот так Еще может быть Ну вот Такое количество Полос В данном случае Нам показали Движение по полосам И Показали Скоростной режим По этим полосам И показали Что по крайней правой Движение Запрещено Так Может еще Быть такие вот Значки 571 572 Вот такие Таблички Когда Вперед Две Вновь 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 И обратно Там еще Такой звук 5172 Это Вновь 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 Эти значки Нам Они тоже В принципе Нужны Но вот Видите Как на картиночке Нарисовали Вот такого Значка У нас точно Нету Такого На нижней Картинке Справа У нас Такого Знака Точный Вот Как он Здесь Нарисован Вот Не знаю Где они есть Но у нас Такого Точный Там Знак Которые Показывают Двухсторонние Движения Вы меня Простите Но Их Всего Три полосы Здесь Не вижу Смысла Так Читаем Памятку Устанавливается Когда число Положное движение В противоположные Стороны Не одинаково А также Требуется Особым Распределить Транспорт На прежней части Если на знак Изображен Знак Запрещающий Движение Тим Либо Транспорт То движение Транспорт Запрещено Это вот 5.19 Видите То есть Показывается Что по левой полосе Рузовикам Запрещено Дальше Вот он Такой вот Зачечек Тоже 5.17.1 Так А вот 5.17.2 Видите Две полосы В одну Три В обратную Вот такой Может быть Может быть Еще Вот такие Вот Таблички По Рабочим Дням Нигели Звездочка Красная Это не Кровавый Снег Не путать Его Это по Выходным Праздничным Дням То есть В принципе Ну Можно сказать Даже так Вот Три полосы Три полосы Чтобы не делать Полосу Реверсивного Движения В принципе Сложно Правильно Просто Реально Сложно Делать Полосу Реверсивного Движения Во первых Это светофоры Это тащить Это электричество И тут Ни одного Столбания А это А это Просто Поставили Вот такие Два знака И показали Что по будням Две полосы В одну сторону А по выходным Две в обратную Все И все четко Решается Дальше Родовизовый знак Движения Направление Движения По полосам Значит Вот этот знак Движения По полосе Вешается Над каждой Полосой Устанавливается На дороге Четыре И более Полос В одном направлении То есть Вешается Над каждой Полосой Вот здесь Допустим У нас А в Харьке У нас Метро Московский Проспект В сторону Центра Кадайши Вот такие Вот знаки Висят Ну Вася Еще Висели Сейчас По-моему Висят Тоже Вот Вот Эти знаки У нас Присутствуют Движения По полосе Кстати Удобно Дело в том Что есть Такой значок Во-первых Он небольшая Таблица Движения По полосам Если его где-нибудь Здесь присобачить Сбоку То его просто Никто не увидит А так На каждой полосе Его будут Видеть Далее Вот видите Как они установлены Пять полос Четко Установлены Пять знаков Вот так Еще Может быть Видите Вот Тоже Пять полос Ну И вот Картиночка Видите Тут Хитрость Заключается В чем Видите Как Установлены Знаки Движения По полосам Вот они Движения По полосам За перекрестком Они уже Как бы Типа Не действуют Но Разметку Уже поставили Видите Какую И вот Такие Знаки Для этого Перекрестка Уже Поставили Интересно Такая Картинка Довольно Такие Вот Хотя Это две Разных Дороги Заметьте Здесь Двухстороннее Движение И здесь Двухстороннее Движение Это не Дорога Поделенная Клумба Бульваром Пополам Значит Вот Так Следующее Это там Использование Полосы Движения Ну в данной ситуации Мы уже говорили Зато Но есть еще Вот такой Только для Легковых Автомей Может еще Вот так Далее Начало Дополнительной Полосы Ну такое У нас У нас Так У нас Бывает Допустим В данной Ситуация Это Автома Истраль Вот И Начало Дополнительной Полосы Для того Чтобы Съехать С Автома Истраль В данной Ситуации Вот Ну и Давайте Памятка У меня Такая Есть Дальше 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 Зак 4 16 Вот Круги Ораничение Скорости Ораничение Минимальной Скорости Это Уводитель Транспорт Средства Который Не может Продолжить Движение По основной Полосе С указанной Или Большей Скоростью Должен Переставиться На полосу По спрошенному Справа От него Таким Образом Знак Начало Полосы В связи За решение Блажей Часи И Появление Справа Дополнительной Полосы Или 12.1 Начало Полосы Конец Полосы Они Действительно Мы их Встречаем На подъеме Только С другой Сторон Начало Полосы Не справа А слева Когда Мы Едем На подъем У нас Начало Дополнительной Полосы Поднимаемся Конец Дополнительной Полосы Стрелочка Показана А на спуске У нас Уже Появляется Сточок Конец Движения Под той Полосой Мы только Можем Так Ну вот Такая Ситуация Видите Полоса Торможения Слева Для Поворот Одна Лево Вот Вот Так Это Дороги Может быть Видите Полоса С левой Стороны Для Развода Вот Эта Дорога Для Автомобилей Ну они Все У нас Сейчас Практически Все Без Ограждений Но Разделительная Полоса Вы видите Сделана Выделена Сделана Четко Так Ну вот Такая Еще Может быть Видите Вот Такая же Заморочка Видите Хитрый Такой Значок Стоит Очень Такой Это В принципе Начало Дополнительной Полосы То есть Мы ехали По одной Полосе По Двум Полосам В данном случае Правая Полоса Еще раз Деляется На Еще Одну Полосу С разделительной Полосой Так Конец Дополнительной Полосы На подъеме Полосы Размон Ставляется Вместе Окончание Дополнительной Полосы Вот Полоса Для Размона Видите Конец Так В конце Подъема Подъема Или Полосы Размон Ставляется Вместе Размещание Дополнительной Читал Все Транспорт Сделатели Двигались По этой Полосе Должны Перестроиться На Полосу Левее При этом Они Должны Поступить Дорог Всем Транспорт Сделат По Левой Полосе Знак Конец Полосы Завляется Как Правило На Двух Основных Участках Дороги В конце Подъема В конце Полосы Размона Которая Взекает После Поворота Направа На Дорог На Ближайшем Перекрестке Так Вот так Это выглядит Вживую В жизни Выезжает Судочник Должен Воспользоваться Полосой Разгона Потом Плавно Влиться В Транспортный Поток Вот И Вот Видите Плавно Влиться В Транспортный Поток Может Быть Еще Вот Так Что Показать То Поворачивать Основной Полосы Нельзя Если Мы Видим Что Есть Дополнительная Полоса Торможения Мы Должны Тормозить На Полосе Торможения И Направа Только С Полосы Торможения А Выезжая На Такую Дорогу Мы Должны Воспользоваться Полосой Разгона И Потом Плавно Уйти И Потом Плавно Влиться В Транспортный Поток Так Поехали Дальше Тоже Вот Такая Памятка Конец Участка Средней Полосы Трехполосной Дороге Предназначена Для Движения В данном Дороге Совмест Окончание Дополнительной Обросы Местного Уширения Такое Тоже Бывает Но В данной Ситуации Представьте Подъем Мы На Подъем Ехали Подъем Заканчивается Вот Чепуха Конец Полосы Используется Для Того Чтобы Участь Дорога Где Средняя Полоса На Замедлительного Перестранения На Правую Полосу Ну Вот Так Это Выглядит Видите Вот Знак А вот Еще Полосочки На Всякий Случай Чтобы Мы Не Пропустили Вот Конец Дополнительной Полосы Вот Еще Может Быть Примыкание Полосы Для Разву Транспортных Средств Может Быть Вот Такое Примыкание Дополнительной Полосы Вот Видите Вот На Чем Здесь Стоит Вот Знаки 5241 5242 Они Устанавливаются Как право На дорогах С разделительной Полосой Для того Чтобы Одну Прежнюю Часть Перекрыть В данной Ситу Оставится Знак Перекрывается Одна Прежняя Часть Оставятся Знаки 5172 Если Помните Давайте Напомню Что Это За Знак 5172 Где Вот 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 Знак Черт Вот 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 Сам Знак Не На Дороге Не Картинке А вот Сам Знак То есть Ставится Знак 5241 И Ставится Знак 5172 То есть По встречному Полосе Было Три Полосы Стала Две И одна Навстречу Вот Ну А Вот Как это Еще Может Выглядеть Вот А Уже В конце Там Где Можно Обратно Возвращать Людей На Свою Дороге Ставится Знак 5242 То есть Уже Здесь Все Ремонтировали Все Нормально Вот И здесь Возвращаются По этому знаку Возвращаются И тут Поставили знаки Чтобы люди Ехали По встречке А на той стороне Для встречных Автомобилей Поставили знак 5171 Что Они ехали У них было Три полосы Станет У них Две полосы А встречная Лево будет Для встречного Движения Ну Может Еще Вот 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 Так Вот Тоже Может Быть То есть Здесь Реконструкция Но Дальше Сделано Их Всех Возвращают Вот Такой Вот Интересный Значок Полоса Аварийной Остановки Это не тупик Полоса Аварийной Остановки Ставится Обычно На горных Дорогах Я Объясню Как бы Так Прочнее Объясню Смотрите Этот знак В основном Только в горах Ставится Есть Специально В горах Вот такие Полосы Для аварийной Остановки Информировать Ну Давайте Аналичный Самый Концент Крутого Спуска Специальная Полоса Для Освещения Аварийной Остановки Знак Вызнан Беспечить Безумент Даже в Самых Ситуациях Скажу Так При движении По горным Дорогам Иногда Существует Существует Опасность Что Могут Отказать Тормоза Ну Обычно Это происходит По Неопытности Водителей Как правило По неопытности Водителей Потому что По горным Дорогам Исходя Из того Что Возух Разжижен Точнее Разреженный И Охлаждение Тормозной Системы Происходит Не очень Хорошо Там Есть Просто Особые Способы Торможения Не такие Как По городу Общепринятые Понимаете Вот Поэтому Особенно Молодые Водители Которые Или просто Водители Которые Никогда Не ездили По горным Дорогам Иногда Могут Попасть В такой Просак Вот Так Вот Для этих Целей Существует Такая Дорога С Местом Для Экстримового Торможения Скажу Честно Один раз Я Видел Такое Место Скажу Так Это было Очень давно Еще Наверное В конце 90-х В начале 2000-х Мы Поехали По горному Крыму Семья Ну Я Поехали По горному Крыму И Дороги Узкие Зараза Стать Негде Попытались Стать На остановке Сзади Подперла Маршрутка Объехать Нас Не Может Сигнал Ну Что Ты Делаешь Пришлось Сесть Ехать Дальше А у Нас Машина С Прицепом Ехали Ну Ни Туда Ни Сюда Ну Хорошо Это Еще Жигули Вот И Потом Мы Поехали Думаю Ну Может Где-то Еще А Уже Бли Нормальненький Кушать Очень Хотелось В общем Тай Самим Как И Я Увидел Этот Значок Думаю Дай Попробую Ну Я Уже Работал В нашей Системе Думаю Давай Посмотрю Что Это Такое Скажу Честно Был Удивлен Во-первых Я Пока Я Разогнался Километра До Дорога Ну Почти Отвесная Чуть ли Ну Почти Отвесная Дорога Я Просто В шоке Мало Того Такая Убитая То есть Не то Что Там Громадные Ямы Но Там Она Как Булыжная Наша Мостовая Вся Вот такая У нас Булыжная Еще Мостовая Ровненькая То есть Если не Ровненькая Такая Ну Скажу Честно Ужасно Я Пока Заехал У меня Сердце Так Я Еле Заехал На Первой Передаче Я Еле Еле Заехал Так Это Хорошо Что Была Заднеприводная Машина С Прицепом Прицеп На Задние Колеса Она Огружала И мы Ехали Если На Потом Поднимаясь Эту Полосу Вы Продолжаетесь То есть Вы Какую-то Часть Доехали Остановились Машинка Остановилась Все Заглушили Подождали Все Либо Там Каким-то Образом Аккуратно Спустились Вниз То есть Но Я Когда Заехал Туда Я был Приятно Удивлен Знаете Чем Я был Приятно Удивлен Во-первых Прямоугольная Прямоугольная Такая Большая Ну Как Комната Большущая Большущая Получилась Я заехал Там Когда Заезжал Такой Ящик С песком Мы Объехали По кругу Потому что С прицепом Дергаться Смысла Не было Назад По кругу Объехали Ставил Стол Лавочки Там Чуть дальше Ну Почти Под самой Ститкой Ставил Мангал И С левой стороны Был туалет А с правой Сторон В скалах Треща Такая Ну Я туда Прошел Я Туда Еще Не было Толстого Пролез Нормально А с левой Стороны Вот Если Во прям Говорят Что-то Проверим Получится Полив Этой Стеночке Прямо Со Скалы Текла Вода То есть Плючи Были Какие-то Вот Какой-то Родник Был Ну И Окультурили Там Сделали Такую Как Небольшую Заводь И Вывели Это Аккуратно Все В трещину Туда Выходила Вода Через Трещину Были Посажены Деревья Скажу Честно Ну На Персике Мы Не доехали Скажем Так А на Черешню Опоздали Посажены Я Почему Это Рассказываю Объясню Во-первых Это В горах Я Когда Посмотрел С чего Сделано Как Сделали Эту Этот Стол Такой Длинный Такой Хороший Стол Мало того Сантиметров 5-6 Толщиной Дубовая доска Вложена В стол Подогнана Так Плотно Я Не сразу Нашел Где Они Стыкуются Представьте Я Когда Посмотрел Рельсы Вбитые В землю Не в землю А в горную породу Именно Забитые Почему Потому что Края Этих Рельс К ним Приварены Были Швеллер В который Вставлялся Доска Вот Я Смотрел На Лавочке Вот Именно Сваркой Обваренной Конкретно Всталась Такая Толстая Доска Вот И болт Такими шпильками Или болтами Прикрепена Снизу И обрезана И заварена Чтобы не украли На вечность Ну представьте себе Сейчас Кого заставишь Кувалдой Забивать Эту Железнодорожную Рельс Представьте себе В горную породу Ну мы так Прикинул Прикинул Скорее всего Делали В 30-х годах Затученные Вот И вот Представьте Под деревья Под деревья Какую глубокую Яму надо было Прокопать Чтобы деревья Могли Расти И не засыхать Мало того Еще как-то Каким-то образом Они подвели Туда еще воду Чтобы туда Как-то вода Еще попадала К этим деревьям Я не знаю Ну Я уже Когда потом Уже когда это Все увидел Я посмотрел на стены А стены тесаны То есть их Кто-то обтесал Они идеально ровные Вот как вот Знаете У нас Делился картончиком Стены Хопа И выровняли Они такие Чутенькие Уголки Там все И там такая же Чепуха Ну почти до самого верха Если сам верх Там немножко Такой покосанный Но это покосанность Туда А вот Сама площадь Она ровненькая Вот такой все Чепуха Ну скажу честно Это Было приятно Я еще был приятно Удивлен Потому что Я первый раз Увидел эти мусорные Баки Которые сейчас У нас Вот эти вот Которые открываются Закрываются Блестящие У нас их еще Туда не было А там Я их увидел И идеальная чистота Что меня поразило Идеальная чистота Честно хотел Даже Акурок хотел кинуть А посмотрел А чисто Мне как-то Аж не по себе Так я быстренько Затушил И пошел Мусорку Выбросил Ну это К слову Скажем так Я извиняюсь Что выпил Ваше время Но вы должны Понимать Что такие полосы У нас есть Существуют Вот так они Чем могут выглядеть Видите Ну скажем так Это не сильно Это уж горная местность Но Все равно Для чего-то Она там построена Ну и вот Еще вот так Вот куда-то Туда в поле В поле В поле Так Дальше Место для разворота Вот такое вот И вот Зона для разворота Видите Вот В принципе Вот такая вот Зона для разворота То есть Можно За этим автомобилем Можно проехать дальше Стать на разворот Далее 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 Направленные движения Для грузовых автомобилей Скажу так Эти таблички Это Подсказки для водителя Где он решает Пользоваться Или нет То есть Ну в принципе Они Информационный характер Носят Только Только Информационный характер Хочет Может туда ехать Хочет Не может Туда ехать Может Не ехать Вот они Вот так Вот Эти все таблички Это рекомендуемое направление Движения для грузовых автомобилей Сажимая максимальная масса Больше Техс Похотных Во вторых Самоходных машин Есть На перекрыске Движения В одном из направлений Запрещено Ну это Если в одном из направлений Войтель Может проинерировать Знак направления движения Для грузовых Войтельниевых Так Вот так Это может выглядеть Вот так вот Видите В жизни Может еще вот так быть Вот Дальше Следующий Тупик Для современного Информирования Увидителя О возможном Въезде На дорогу Не имеющего Сказанного движения Используется Специальный Информационный знак Дорожный Тупик Ну Скажу Больше Под этот Значок Под этот Значок Как правило Нам хотели Скажем Под Вот Этот Значок Нас хотели Предупредить Что возможно Если мы Проедем туда В этот Тупик То возможно У нас не будет Возможности Развернуться Потому что Дорога будет Очень узкая И нам придется Задним ходом Выезжать Продолжительное Расстояние От этого Тупика Вот Может Вот так Еще Быть Этот Тупик Расположен Ну Вот Эту Картиночку Мы уже Видели Может быть Еще Вот так Видите Дальше Проезд За ним Ну У нас Не вспыхаешь Мы знаем Что в любом Тупике Всегда Всегда В каждом Тупике Есть Прогнутый Бордюр Где дальше Выезжаем На бордюр По грунтовой Дороге Мы выезжаем Туда Куда нам Надо Но я Об этом Не говорил Так У нас Так 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 Вот Вот Так Вот Так Рекомендованная Скорость Движения Скорость Которая Рекоменуется Движение На данном Участке Дороги Зона Действия Знака До ближайшего Перекрестка При применении Знака Собъем Собъем При ближайший Знак Определяется Поддерживность Поддерживность Опасного Участка Ну это С разными Всякими Значками Рекомендованная Скорость Собъем С табличками Знаками Дополнительной Информации Предупреждающими Знаками Например С табличками Влажное Покрытие Знак Рекомендует Выбор Определенного Скоростного Режима Из-за Конкретной Опасности Выраженной Предупреждающими Знаками Ну Скажем так Это рекомендованная Скорость Вы можете Ею воспользоваться Можете Нет Хочу На что Обратить Внимание У нас Сейчас Эти Знаки В электронном Виде Установили На Московском Проспекте Особенно Если Ехать в сторону Центра Так вот Если Придерживаться Этой Скорости То мы Попадаем В зеленую Волну То есть Они Ставятся Таким Образом Расположены Эти знаки Чтобы мы Могли попасть Под зеленую Волну То есть Если Ехать С определенной Скоростью Ну там Не 50 40 5 по-моему Ну когда 45 Когда 50 Вот То есть Еще Вот такое У него Есть Это самое Ну а если В других Случаях Вы можете Воспользоваться Рекомендованной Скоростью Можете Ехать Дальше Ну вот Такие Рекомендованная Скорость 90 70 Ну и Запрещенная Выше Больше 130 Запрещено Вот Можно Вот так Рекомендованная Скорость 40 Потому что Знак Осторожно Дети Где-то Дальше Либо Школа Либо Детский Сад Вот Еще Вот так Рекомендованная Скорость 70 Сейчас Далее Далее Жилая Зона Знак Обозначает Драница Территория На которой Преимущество Движения По отношению К транспорту Используются Пешеходы Они могут Ходить Как по троторам Так и В прежней части В жилой зоне Запрещается Движение Со скоростью Более 20 Канал Сейчас Сквозь Движение Транспорта И учебная Ежа Ну Еще 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 Мы будем Это проходить Но могу Сразу Сказать Все Пешеходы Ну Почти Все Очень Многие Пешеходы Знают Четко Что Они Имеют Преимущество Движение По отношению К транспорту Вот К транспортным Средствам Но вторая Часть Этого Определения Звучит Но они Не должны Создавать Необоснованно Создавать Препятствия Для движения Водителей Вот так Я к чему-то говорю Я объясню Я у себя Вот в районе Сколько раз Несколько раз Так попадался Заезжаю Вот Едут Едут Идут Две девочки С колясками Обе с колясками Дебильник Ушах в одной У другой С другой стороны Они мило беседуют Дети спят Вот Я подъезжаю Сзади Начинаю Газовать Ну просто На педальку газа Давлю Думаю Ну услышьте меня Я понимаю Если я сейчас Посигналю Дети В лучшем случае Проснуться Ну слушайте Ну не в худшем случае Они же могут проснуться А потом полжизни Делать вот так Вы же понимаете Я реально это понимаю Поэтому газуй Вот так Погазовал Погазовал Но мне повезло В чем Слава Богу Вездесущие Наши бабушки Которые У нас Сядь на лавочках Возле Подъезда Они меня точно услышали Бог знает Откуда Поворачивали В голове Повставали И Я не знаю Что они им Рассказывали Я старался Не прислушиваться Ненормативная лексика Была жуткая Но они девочкам Рассказали Почем вода Сируберут И куда им надо Пойти со своими колясками И откуда у них Дети взялись И так далее Они такие удивленные Такие повернулись Типа что тут Ну одна Так в одну сторону Вторая Ну ладно Я там Тебе так уже Быть пропущен То есть Как бы Вот этого делать нельзя Я почему говорю Это Не к тому Чтобы вы потом Так пользовались Этим Ну когда сами Будете С детками гулять Кто то со своими Детками Кто то будет С внуками Гулять То есть Это нельзя Делать Понимаете То есть Надо Уважать И водителей Тогда они Будут уважать И вас Так Поехали дальше Ну вот она Ситуация О Вот Вот Примерно Вот так Только здесь Дорова пошире А у нас там Вообще Утенькая Дорожка Вот ситуация Жилая зона Вот конец Жилой зоны То есть В принципе С той стороны Этого знака Стоит Вот такой Вот знак Вот такой Вот знак А с этой Сторон На каждом Въезде Он должен Эти знаки Должны стоять На каждом Въезде В микрорайон Микрорайон Это и есть жилая зона По большому счету У нас их нету Потому что Это очень дорого Представляете Сколько надо Знаков Таких труб Которых надо Забетонировать Это должны сделать люди Вот это все Намаливать Нарисовать Краска Со световозвращающего материала Очень дорогая Поэтому все это У нас пока В планах Так Ну и вот еще И вот еще Вот Видите как Так Следующая Пешеходная зона О Тоже Что такое Пешеходная зона Пешеходная зона Это может быть парк Это может быть пляж Бульвар То есть Ну вот такого плана Вот это то что может быть Ну вот так Это может звучать Пешеходная Но все Останавливайся Если у вас С коней Иди пешком Вот Ездить нельзя Дальше Вот так Это может еще быть Видите Кирпич Пешеходная зона Все На велике Пожалуйста На машине До свидания Ну и дальше Конец Пешеходной зоны Вот Вот Так Это еще может Вылить Помните Я говорил С ласканем Иди пешком Вот Помните Вот эти вот Открытые ворота Сейчас я покажу Вот это Вот Вот видите А теперь Как бы С другой стороны Кто-то С левой стороны Получается Будочка А теперь Кто-то взял С другой стороны На фотографии Вот она Будочка Вот А с этой стороны Значок Пешеходная зона Ну вот так И вот так Может быть Конец Пешеходной зоны Вот Далее Следующий Значок У нас Пешеходный Переход Вот Все Вы их Видели Вы обращали Внимание Что пешеходный Вот этот знак Пешеходный Переход Он Их два На одной стороне И на другой Сторон А пешеходы Идут навстречу Друг к другу Ну вот Смотрите Вот видите Вот так Еще может быть Второго Правда Не видно Значка Вот Может быть Вот так Вот здесь Видите То есть Вот так Не нашел Ого Вот он Да Вот видите Вот он Пешеходный Переход И знаки Вот обратите Видите Когда они стоят Интересно Пешеходы Идут навстречу Друг к другу Один знак Левый знак За Веброй А один Перед Веброй И получается Что вот в этом Вот в этой Прямой Молике У нас Получается Зебра По которой Ходят пешеходы Так Далее у нас Есть подземный Пешеходный переход Только что-то Он у нас Не запускается Подземный Пешеходный переход Видите Стрелочкой Я показал Туман И значок Подземный Пешеходный Переход Вот он У нас Есть Вот Может быть Вот такой Вот еще Подземный Пешеходный Переход Видите Вот Есть еще Знак Надземный Пешеходный Переход Скажу Честно Вот это Единственную Фотографию Которую я Нашел В интернете По поводу надземного пешеходного перехода. Просто либо плохо искал, либо просто тогда их не было. Ну, не было, не попался. В принципе, у нас такой тоже есть на Гагарина надземный пешеходный переход. Но это не наш явно. Вот. Далее. Стоянка. Вот она, стоянка. А разметка показывает место стоянки. Ну, или парковка. Парковка за пределами проезжей части. Может быть под крышей или рядом с остановками маршрутных транспортных средств. То есть, вот так это может выглядеть. Вот видите, как. Может еще стать табличками способ остановки на стоянку. Вот. Зона стоянки и способ остановки на стоянку. Вот. Знак зоны регулированной стоянки формирует собой определенный участок специально созданный для размещения станьки транспортного средства. Как правило, в нижней части поля знака могут расплаваться изображение табличек знаков дополнительной информации. Однако, вариантом этого может быть и простое сочетание знака зоны регулированной стоянки. И какой-либо таблички. То есть, не обязательно здесь будет нарисовано. Может быть, просто табличка снизу. Водитель приезд знака зоны регулированной стоянки должен понимать, что на данном участке дороги ему разрезается стоянка на обеих сторонах дороги, но исключительно указанным способом. Вот еще. Так это может быть. Мы можем видеть в жизни. То есть, вот способ посыловки и инвалидам. Конец зоны стоянки осуществляет для того, чтобы отменить действие ранее установленного знака зона регулированной стоянки. Применяется принцип регулированной стоянки транспорции, указанных на знаке способов на обеих сторонах дороги. Водитель должен понимать, что с места установки до конца регулированной стоянки стоянка будет резонтироваться преимущественно положения и требованиями правил дорожного движения. Честно, тихо требования к осуществлению стоянки. Так, поехали дальше. Вот так это выглядит на парковке, на конец парковки. Вот так еще может быть. Парковка на прежней части. Конец зоны стоянки на прежней части. Так, поехали дальше. Ну, дальше просто. Все дальше, все пошло. Место остановки. Автобуса или троллейбуса. Применяется для того, чтобы обозначить участок, на котором организована остановка без рельсового транспортного общественного пользования. Это желтая разметка, обозначенная место остановки, маршрутных тест и стоянки легковых такси. Далее, маршрутных тест вот так это выглядит. Вот так это может выглядеть с забором. Вот так это может выглядеть, но уже троллейбусом. По поводу троллейбуса. Ну, вот еще вот это вот будет. Вот так вот видите. Автобус, ну, автономка троллейбуса. Вот они, желтая, вот эта вот змея на асфальте. Вот еще как она может выглядеть. Вот. Ну, и вот. Это для троллейбуса. Остановки для троллейбуса. Так, поехали дальше. От места остановки трамвая. Принципы действия дорожного наказания на троллейбуса практически нечеркнувшаются требованиями при от места остановки автобуса или троллейбуса. Желтая линия, ломаная линия. Дорожная разметка началась на напряжении. Это случай расположения так называемой посадочной площадки. Иными словами, пассажиры высаживаются из трамвая на проезжую часть и двигаются до остановки литротора по проезжей части пересекая ее водителем. Объянутся перед ротом это, я вам уже сказал, который от трамвая и к трамваю. Так, поехали дальше. Вот, смотрите, трамвайная линия, трамвайная остановка. Ну, в данном случае посадочная площадка с тротуара. Стоянка такси. Честно скажу, раньше у нас такие были стоянки такси, легковых такси. И у нас вроде их очень много было. Потом их поснимали эти знаки. Во-первых, такси уже не стало быть государственным тогда одно время. В 90-е годы вообще таксовало, кто только не попали. Вот, поэтому эти значки уходили по кануле в лета. Ну, нигде сейчас таких я не встречал у нас. Ну, как это вылезет, вылезет. Так, по-моему, это не у нас. Это точно не в нашем городе, потому что у нас в городе таких нет. Далее. Населенный пункт на белом фоне. Вот, вот, подобрали до них, да. Начало движения и знаки начала движения применяются в значении начала населенного пункта, в пределах которого действуют требования права дорожного движения, становящие порядок движения в населенных пунктах. Знаки плотная застройка просто. Это может быть, видите, вот, знака, потом плотная застройка. Вот, как еще может, как это может выглядеть? Вот так вот. Названия, конечно, сумасшедшие. Вот так вот. Вот, на белом фоне или на синим фоне. На синим фоне мы сейчас подойдем. Вот, вот так еще может быть. Вот, теперь конец населенного пункта. кроме того, если бы не нарежить, еще одно важное взаимодорожное знак. Конец населенного отменять 10 от 9 запрещающих знаков. Ну, вот, конец надежды. Дальше, судя по дороге, хана. Далее, вот так вот еще конец. населенного пункта. Дальше пойдет начало населенного пункта, скажем так, на синим фоне. Ну, смотрите, памятничку мы написали, это же наскоро 90 километров в час, но такие населенные пункты тортуются вне населенных пунктов. Начало населенного на данной дороге не действует требование правил дорожного движения. Ох ты, Господи, какой дурак это оставил. Твою мать. Ладно, поехали дальше. Черт. Так, то есть, я что хочу сказать, то есть, этот знак предупреждает, что мы просто заезжаем в населенный пункт, через центр, дорога проходит через центр этого населенного пункта, она является главной для всех остальных дорог, на этой дороге расширена скорость 90 километров в час. Но если мы с этой дороги съезжаем направо, там налево куда-то, на местную дорогу, там 50. Либо же согласно других знаков. Понятно? То есть, только по этой дороге, на которой мы едем, можем ехать со скоростью 90. конец населенного пункта. Все потому, что до знака и после него действуют не те же права дороги вне населенного пункта. Ну, душа. Должен понимать, что он носит скорее информационный характер. Все потому, что до и после знака не действуют не те же права дороги вне. То есть, все то же самое. Так, поехали далее. Ну, вот так еще может быть установлен. Видите, весь уваж, то есть Канай. И вот так. может быть. Ну, мы их видели. В принципе. Так, с этим, с этой частью мы закончили. И осталось у нас указатель общих ограничений, возможность использования дороги, предварительный указатель направлений. Вот такие вот эти самые. Это мы закончим в следующий раз. я думаю так. Да, тут еще целая, целая пачка, кучка знаков. А сегодня мне бы хотелось, очень хотелось, ребятушки, сегодня мне бы очень хотелось с вами порешать билеты. Если вы, конечно, не против. Как вы смотрите на это? Готовы поотвечать на вопросы, которые я вам сейчас покажу. Их немножко. Их буквально там, ну, что-то до десяти. Это по предупреждающим датам. Как? Готовы? Я обещал. Помните? О! Ох, кто тут у нас такой храбрый? А ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Ну, понятно все. Все кешатся. Хорошо. Согласен. Уговорили. Хорошо. Внимание на экран. Вот они. Вопросы по теме. И понеслась первая наша тема. Опа. Указанный дорожный знак предупреждает. И давайте мы будем посмотреть. У нас есть три ответа, что вы будете первая наша тема. Это первая наша тема. какая-то первая эта совместительная область. Я вопреждает. Я сумел вопреждает. Что, все, что, вот А еще Да, 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 не ожидал Не ожидал, но в принципе нет, ожидаем Ожидаемо, молодцы Все ответы неправильно, правильный ответ Ответ один Хорошо, внимание на экран, вопрос номер два Изображенный дорожный знак устанавливается Молодцы Ну, честно сказать, я не очень Я, в общем-то, и не сомневался Не очень сомневался у вас Конечно, нет, ну была мысль, ну а вдруг сейчас Кого-то на невнимательность Не получается, но это и хорошо Очень хорошо, я доволен Внимание на экран Вопрос номер три Какое изображение дорожного знака устанавливается Непосредственно перед железнодорожным переездом Без шлагбаума С двумя и более путями О как Охот Охот Так, ну ладно Хорошо, правильно Ответ номер 3 Хорошо, давайте-ка Я вам сейчас еще один такой вопрос Номер 4 В каком из случаев устанавливается данный дорожный знак Господи Ну, молодцы Могу смело сказать Моя школа Молодцы, ничего не сказал Правильный ответ 1 Молодцы, ничего Хорошо, следующий вопрос, пятый Ну-ка Сейчас приносим их двух дорожных знаков О как Отто Кстати Вы не думайте, что я там это самое Это я не От себя тяну влупил Если хотите, чтобы понять Вот смотрите, я сейчас покажу вам Вот здесь вот у меня Есть я специально копировал их Вместе с этими Билетом вот это вот Роли-Вали Вот смотрите Вот он Вот он Вот он Видно, да Билет номер 5 Питание 28.92 Чтобы вы понимали Это не просто там я захотел Хотя у меня была Была такая мысль Тому сейчас На придумывать Вон целую Целую кучу Всякой гадости Так Чего-чего Нет, ребятушки Вы не правы Вы не правы Вот Во-первых Правильный ответ Ответ 4 Эти знаки Повторяются В населенном пункте То есть Они Устанавливаются Чем ближе К этому самому Могут повторяться И знаки Дорожной работы И знак Осторожно Дети Вот это вот Единственное Что их Эти знаки Объединяет А Нужны Должны Устанавливаться С обоих сторон Проезжей части Ну представьте себе Вот у нас Проезжая часть Одна дорога туда Одна обратно Дорожные Дорожные работы Проходят вот с этой стороны На этой стороне Проезжей части Зачем ставить На той стороне Что там будут дорожные работы Там же их нет 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 Вот А вопрос звучал просто Что спилингом Цвет двух дорожных знаков Поэтому у них общее Что общее У этих двух дорожных знаков Только то Что они повторяются В населенном пункте Кстати Этот вопрос Будет у вас На экзамене В ГАИ Ладно Я все таки Нашел Возможность Все таки У вас На этом Поймать Ну честно сказать Я даже не считаю Что это какая-то Это самое Что я даже вас Поймал Нет Это просто то Что Не прочитано Так Вот Почему не развод Тельки здесь знаков Потому что Они всегда Они со знаком Ограничения скорости Знак 1.33 Допустим Я могу показать Любому из вас У нас на улице Морозова Он установлен Без всяких Ограничений скорости Просто Один знак А через Метров через 100 150 Еще раз повторяется Дублевается Этот же знак Без ограничения скорости 1.37 Может быть Со знаком Ограничения скорости А может и без него Стоять Поэтому Общего Только общего Знака Потому что они повторяются Ну скажем так Это Я жарю Вот Кто из вас Решал билеты Уже Конкретно Вы наверное Обратили внимание Что все вопросы Закручены Так по хитрому Что Когда читаешь Ответы Кажется Что и вот этот И вот этот И вот этот Правильно На самом деле Правильно только один Дело в том Что те Кто разрабатывали Эти билеты Понимаете Они рассчитывали На то что На нашу соображаловку То есть Что мы сообразим Какой правильный ответ Почему наши Наши билеты Допустим Иностранцы Они их вообще Решать не могут Они просто Они Хоть Хоть Десять раз Его застав Решать Эти билеты Он будет Сам их решать Десять раз Не тот же билет И все равно Он не запомнит Он не понимает Почему должно быть так Потому что У нас Все нас Ображало То есть мы должны Сообразить Что от нас Хотят Тех Кто Задает такие вопросы И мы четко Должны Это дело Выполнять Если не понимаем То Либо Почитаем Правила Либо спросим У преподавателя Ну если этого Нет возможности То просто Хотя бы Запомним Правильный ответ Да и все Ну это мы так делаем Иностранца нет Я вот сколько И связывался И даже Объяснить им Почему Они даже Этого не понимают А в итоге Они понимают Что Лучше Не пытаться Понять Потому что Нас Украинцы Очень сложно Понять В этом вопросе Вот Мы только Сами можем Это понимать А у нас Очень сложно Поэтому Я когда Я скажу честно Когда вот эти вот Первые Билеты были Это же не первая А наверное Предпоследняя Интерпретация В ГАИ Я как-то зашел Туда Там сидит Даищник Решает Решает Эти вот Билеты Проверяет себя И смотрит А там 4 ошибки Отделки-балки Говорит Как же ты дурак Написал Тот же черным По белому написал Дай мне ту денег Я говорю Дурак ты составлял Не дурак Люди мудрые Просто Реально Чтобы мы Не расслаблялись Вот Составляли Вот такие вот Вопросы Чтобы мы Могли четко Ориентироваться В этих Вопилитах Ладенько Еще у меня осталось Два вопросика По этой темке Давайте их решим И на сегодня все Проще попоряжать Данью Дорожью Знак Перед Залезничным Проездом Есть на чем Задуматься Ну и А Вот Сейчас я объясню, ребятушки Я Я понял Вообще правильный ответ здесь Правильный ответ один Я его даже себе здесь втихаря написал Почему? Хотя я тоже с вами согласен Должен быть правильный ответ Один и два Честно говоря, я только сейчас понял, почему Убрали с правил дорожного движения Вот Определение вот этих табличек То есть правила дорожного движения вы сейчас Неде не найдете, вот то, что я говорил Одна палочка, там 50 в городе 100 за городом Вот, этого не найдете, почему? Потому что их с городом убрали Вот эти вот значки с табличками Таблички вот эти вот С полосочки, так понял, их с городов убрали Остались они только в ненаселенных пунктах Вот, и поэтому Поэтому здесь правильный ответ Ответ один Вот Я не считаю, что это вы неправильно ответили Только кто ответил три Я не считаю этого неправильно Почему? Потому что я, в принципе, сам вам рассказывал Я автоматом по привычке Рассказывал, что одна палочка это 50 в городе 100 за городом Две это 100 в городе 150 за городом И три это 150 в городе 300 за городом Сейчас с города вот эти таблички Все поуберили В городах таких Знаков приближения нет Уже нет Я только сейчас до меня дошло Почему? Я вот буквально В прошлом году Специально перелопатил всю книжку Право дорожного движения От корочки до корочки Я нигде не нашел Если раньше в книжке Я беру книжку за 2009 год У меня есть определение А вот уже Начинаешь С 2018 года Их уже нет Понимаете? Вот Поэтому правильный ответ Здесь правильный ответ Один Тех, кто написал три Это не неправильно Я считаю Потому что как бы сам Немножко вел вас заблуждение Поэтому, ребятки Это Немножко моя вина Так, ну последний вопрос Давайте решим Как изображены дорожные знаки Попоряджая про наближение До нерегулированного пешеходного перехода О как Интересно Так Так О как Оль Скажи А что Светофор не регулировані Должно попереджать Про наближение До нерегулированного Пешеходного перехода Ну как бы Немножечко не понял Ну я думаю Наверное Опять отвлекает Ребятки Все правильно Правильный ответ здесь Один Этот знак У нас предупреждает Что впереди У нас будет Пешеходный переход Знак Три Три Устанавливается На самом пешеходном переходе Говорит, что мы выезжаем На пешеходный переход Знак два Дети Знак четыре Глосипедная дорожка Знак пять Это светофор Регулирование Можно предупреждать Что впереди Либо перекресток Либо пешеходный переход Который Регулируется Светофором Ну в принципе Я доволен На сегодня Следующие у нас Будут знаки Приоритета Но сегодня Мы их уже не будем Вот На сегодня Будем заканчивать Если есть вопросики Задаем Задаем Если нет вопросиков Я опять же таки Задаю Задам домашнее задание Прочитать пункты Правда дорожного движения Пункт четыре И пункт пять Можно даже полностью Весь прочитать Нет стоп Это в пункте Тридцать три Под пункт четыре Под пункт пять Прочитать Вот Понятно Да Это будет домашним заданием Сейчас напишу Просили же написать Пункт тридцать три И пять Вот так Вот это домашнее задание Так Ребятки Ну что Если вопросов У нас сегодня нет Давайте тогда Сегодня будем Заканчивать И Завтра Мы с вами встречаемся Все помнят Что мы завтра Встречаемся Как обычно В шесть часов Восемнадцать Ноль Вот Все Всем хорошего Мирного Тихого неба Спокойного Вечера И ночи До завтра Субтитры 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 Субтитры